Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Врата Балдура 3 на максимальной сложности, и мы, наконец-то, отправляемся во Врата Балдура. Мы, вроде бы, как всё сделали в втором акте, да? Может быть, там, я не знаю, по дороге ещё будет продолжение второго акта, сейчас посмотрим, где там акт заканчивается, мы, по идее, достижение получим, когда акт будет, ну, полностью пройден. Единственное, что, давайте мы ещё сходим к Гейлу, поговорим, мы в прошлой серии про него что-то забыли, а он должен был взорваться как раз вот, когда мы мозг Абсолюта встретили, да? Давайте поговорим с Гейлом. Теперь Shadowheart знает, правда, о своём прошлом, а знание — это оружие, оно ей пригодится, какой бы путь она ни избрала. Я рад, что ты открылся мне, то не хочешь ли... Никаких диалогов с Гейлом нет при этом? Хм. Ну, ладно, я, в принципе, не против. Или это, может быть, потому что мы Shadowheart подошли к Гейлу? О чём ты думаешь? Ага. Ну, странно немного. Ну, ладно, ладно, мы тогда не будем задерживаться, не хочет Гейл с нами говорить. Ну, и не надо. Пошли, пошли во врата Балдера. Да. Мы готовы. Проклятие снято, земли очищены от тени, правлению живого мертвеца Кетрика пришёл конец. Твоя храбрость прошла тяжёлые испытания, и вот тебе, наконец, удалось одержать победу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сержант, вы здесь, полагаю, потому что на Змейной скале всё готово? Всё приготовлено для моей инаугурации? Нет, лорд Гортэш, нам помешали. В нижнем городе снова землетрясение. На этот раз ещё сильнее. И ты поэтому прибежала ко мне? Я польщён, сержант, но даже я не могу останавливать стихийные бедствия. Простите, господин, но на улицах паника, жители напуганы. Возможно, им было бы спокойнее, если бы вы держали себя в руках, вы бы меня разочаровали. Не думал, что огненные кулаки в ужасе бросятся ко мне из-за землетрясения. Возвращайтесь к вашим обязанностям. Обязанности к обязанностям. Патруль, подать честь, выполнить приказ, поклониться так точно, господин, никак нет... Ну, в общем. Твой план посыпался, лордишка. Скажи-ка теперь, что мне мешает порезать тебя на ленточке. Держи себя в руках, Орин. Мы должны заняться сбором камней, иначе мозг освободится. Землетрясение — это только начало. Никто из нас не ждал, что завладевшие призмой убьют Кетрика. Сейчас они наверняка идут к городу. Встретим их по-на... по-по-по-нашему, по-настоящему. Как же мне хочется содрать с тебя кожу, выскрести твой череп, да снежной белизны, маленький тиран. Но тебе повезло. Я подобрала себе целую семью живых игрушек в Ривингтоне. Светень. Сегодня они утолят мою жажду. Но завтра... И послезавтра, и после-после... После... После... Мой клинок снова будет просить крови. Мой клинок снова будет просить кровь. Продолжение следует... 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 Ну ладно, постой, не спеши. С чего вдруг эта корона стала такой важной? Эта корона венчает исполинский старший мук, нацеленный на уничтожение нас самих и всего, что нам дорого. Если мы будем точно знать, с чем имеем дело, это поможет нам победить. Нам нужно узнать больше о том, что мы видели, о таком могущественном артефакте, как эта корона, где-то должны быть записи. И, кстати, мы скоро будем неподалеку от лавки волшебной принадлежности. У них там лучшая коллекция книг по магии. Если не считать свечной цитадели, мне надо сходить туда и посмотреть. Почему библиотека... Библиотека... Книжная лавка в Вартах Балдера — это место, откуда мы начинаем поиски. Волшебная принадлежность — не просто лавка. Она обслуживает магические сообщества уже много веков. Их собрания редкостных вариантов не имеют в себе равных. Натерийские тексты встречаются очень нечасто, но я уверен, что хоть парочку у них найдется. Прости, я слишком увлекаюсь, но если мои подозрения подтвердятся, то это может оказаться ключом ко всем нашим проблемам. Окей, всё. Спим. События последних дней лежат у тебя на душе тяжким грузом. Сон никак не идёт, голова полна сумбурных мыслей. Абсолют не божество, а старший мозг, находящийся под контролем избранных троиц и мёртвых. Они намерены с его помощью подчинить себе всё побережье мечей. Все, в ком есть личинка, управляются мозгом и, как следствие, избранными. Всего лишь один приказ, и все они превратятся в свежевателей разума. Их будет целая армия. Такая участь ожидала бы и тебя, если бы не астральная призма и таинственный гость из неё. С её помощью тебе удалось раскрыть истинные цели культа, план захвата власти, разработанной самими богами смерти. Вместе у вас хватит сил сорвать замыслы троицы мёртвых. Если ты пройдёшь этот путь до конца, старший мозг будет подчиняться не избранным, а лишь тебе. Ты избавишь их от паразитов и религиозных заблуждений, или используешь новообретённую силу ради собственной выгоды. Я буду править миром. Когда пробьёт час, я поступлю так, как будет правильно. И так, как посчитаю нужным. Долго ждать не придётся. А сейчас остаётся только спать. Но сон к тебе не идёт. Услышьте меня, соберитесь, пришёл час расплаты. Город ждёт своих хозяев. Придите, вливайтесь в мои ряды. А где все остальные? Отхватило. Немного. Так, это что у нас? Её голос повелевающий. Решила сыграть садистскую шутку Абсолют с мозгом этого существа. Оно получает штраф к минусу 1 значениям интеллекта, мудрости, харизмы. А в конце своего хода ещё и немного урона. Халатик такой у неё интересный. А, они все тут раненые, чё-то, смотрите. Астральный портал. Сбегите в портал, пока Абсолют не заходит. А-а-а-а. Осталось 3 хода. Так, ну... Ладно. Наверное. Или не ладно? Что мы тут можем сделать? Можем газообразность использовать. Хоть раз, да? Посмотрим, что оно такое. Попасть будет сложно. Мы можем летать. Полетели сюда. Недостаточное действие. Полетели. Что за хрень с этим полётом? Почему я не могу сюда прилететь? Почему радиус такой? Да, полететь я могу только... Вот так. Ну... Я сюда и так дойти мог, в принципе. Мне, наверное, одному кому-то нужно туда добраться. Правильно? Не обязательно прям всем. Я думаю, что да. Мы можем... Вот этого отбросить сейчас. Не можем ближе подойти. Ну ладно, отбрасываем так. Цель слишком далеко. Да, ладно. Скорость передвижения, конечно... Никакая. Мразь с личинкой. Вот, блин, отбросил меня. Эй! Газообразная форма! Ответочка на единичку. Камон. Так. Я хожу первым. Я, наверное, кастую, опять же, скоро сейчас на себя. Теперь я, наверное, скастую усиленный прыжок, и я упрыгаю просто отсюда. Вот так. Хоп. А если я зелье выпью, то я смогу еще раз упрыгать. А, нет, не смогу упрыгать. Правильно, у меня же нету этого уже. А, ну, в следующем ходу мы туда доберемся. Давайте мы стукнем кого-нибудь. Как у нас там? 8.23 все-таки урона. Я, наверное, заклинания тратить особо больше не буду никому. Надо было, наверное, сохраниться, потому что, может быть, нам всем нужно в портал добраться. Ну, зараза. О, выражение прошло. Отлично. И он уходит себе. Да, что такое, одни промахи. Бемц. Бемц. Так. Нехорошо, говоришь, да? Да, нехорошо вообще. Это еще будет ходить. О, можем прыгнуть. Ладно, прыгаем. Прыгаем. И от... Чем они, получается, бьют, если бьют руками? Блин, классный халат такой, мне так нравится. Мне кажется, что это дробящий урон, типа, если кулаками. Оп, сейчас проверим. Ладно, промах был. Так. Мне достаточно движения, черт. Ну, ладно, сейчас. Я дойду. Я могу еще костануть что-нибудь и потом дойти. Давайте телекинезом сбросим куда-нибудь. Вот это тело попробуем. 60%. Может, конечно, не сработать, но... А, блин, ускорение мое сломалось. Я оглуш... Я забываю, что... Телекинез... С этим самым, блин... С концентрацией идет. Ладно. Зараза, еще и добил меня. Ладно, давай, активируй. Мы свалили благополучно. А где все остальные в лагере в нашем? А она тут первый раз, да? Эта штука долго не продержится. Телекинезом сбросил. Телекинезом сбросил... Телекинезом сбросила. А, мы сейчас не в бою, это они там просто дерутся с этими Хорошо, у нас есть время полечиться С амулета А, амулет на мне, да Так Так Давайте еще лечилкой такой раз Кстати Так проще Давайте сейчас перебафаемся Потому что сейчас придется подраться по нормальному уже, похоже Так, щит На меня Щит на Джохиру Рабский щит на меня Доберись до черепа, еще не все Так, хорошо Может быть мы сможем прыгнуть, кстати Давай, сейчас на всех прыжок И с вот этими не встречаться Я не уверен, но может быть получится Давай, давай, давай Че ты К черепу Давай, к черепу Ага Не встречаться с ними не получится Они тоже, типа, так умеют Так Кто-то не допрыгнул, да, еще? Джохира не допрыгнула Давай, прыгай Давай Руби Руби ее Ну, наверное, не будем Пока что вот этой штукой пользоваться Я думаю Можно ее сбросить, кстати В ближнем бою у нас, наверное, сейчас никто Драться тут не будет уже Поэтому давайте мы ее сейчас сбросим Вниз Она получит своего немного урона А, она Не захотела полететь Ну, ладно Так Взрывом концентрационным Долбанем ее разок Хорошо, с ней мы разобрались И у нас или магические ракеты Наверное Или луч опаляющий Мне кажется Магические ракеты Лучше Потому что У них Больше зарядов Давайте четвертым уровнем Запустим сюда С лучистым уроном Я думаю Должно бы Ммм Почему не было Лучистого урона? Почему иногда Лучистый урон Не проходит от кольца Вот этот вот Блин Фигня Выходит Так-то Давайте, кстати Уиллом тоже Пойдем вперед Немного Пройдемся Пройдем На здесь Однозначно ичем Не остановлюсь Сейчас Только bringing что мы можем полезного сделать такого кроме как просто стукнуть ее разочек давайте вызовем какую-нибудь у ну блин мне кажется да оружие тут и останется ну ладно но хотя бы в этом ходу может быть еще урон нанесет может быть а так мы можем вызвать и стукнуть шансы конечно на попадание такие скромные весьма он 12 урона неплохо так уил сбрось ее нафиг не долетела немного ну ладно так джахира давай добивая разбитый щит налетчик так мы наверное можем спуститься вниз и пойти тогда снизу вниз мы спускаемся ботинками которые переодевать надо и обратно переодеваем так прыгаем мы мчимся мчимся а тут походу и без а нет прыжок нас еще висит хорошо просто мох возьми мох прыжок получается астральная гравитация не заклинание прыжка висит а да просто астральная гравитация тут как бы мы не прыгали да все равно будем прыгать хорошо и далеко но некоторые прыгать не хотят да ну и если ты твил да куда нах уже те попрыгунчики у император сохранимся идем и и и и Девушки отдыхают. Прежде чем действовать, знай, я твой союзник. Мы в опасности. Ты и вправду в опасности, мозгоед, ада во пламя. Что происходит? Хороший вопрос. Этот Гитьянки — источник нашей защиты от Абсолют. Он должен... Я должен пленить его, иначе пропадет все, ради чего мы трудились. Пусть мой облик не смущает тебя. Это я тебя защищал. Это я приходил к тебе во снах. Это я защищал тебя. Я тот, который пришел к тебе во твоих мечтах. То есть, все? Мы защитницу нашу видеть больше не будем? Это мы ради этого создавали ей внешность? Или мы сможем попросить его вернуться в старый облик? Умри чудище. Чудовище. А что будет, если мы скажем, интересно, умри чудовище? Давайте просто сохранимся. Мне интересно. Нам убивать его нельзя, как я понимаю, просто по сюжету. Я тебе не враг. Довольно, умри. Не поддавайся страху. Доверься мне сейчас, и я обещаю, ты получишь ответы на все вопросы. Я обещаю, что ты получишь ответы на все вопросы, которые ты собираешься. Нет. А теперь помоги мне. О, обнаружение мыслей. Удивительно прям. Всего лишь 13 нужно заролить. Несмотря на все попытки действовать незаметно, ты понимаешь, что осознание Элитиды находится повсюду. Ты натыкаешься на него, как слепой кутенок, который только учится ходить. Ты что? Ты что, шутка? Я передаю тебе свои мысли прямо тебе в голову. Но если тебе так хочется посмотреть самому, пожалуйста. Будь мой гостей. Ничто в твоей насыщенной яркими событиями жизни не могло подготовить тебя к этому. Нам хоть покажут. Когда ужас немного отступает, у тебя остается только одна связная мысль. Нужно сделать все возможное, чтобы Гитьянки выжил. Но не освободился. Доволен? А теперь помоги. Сражайся. Ну, как-то да. А если я скажу нет? Давайте попробуем. Мы опять же, да, просто эту сторону попробуем. Без меня ты сгниешь. О, Орфей. Кажется, мы Орфея нашли. Ха. Ага. И летит отступник. Преимущество имеет. Ну, я даже не знаю. Может попробуем такой вариант? Жекеру сейчас очаруют сразу. Я тебе не враг. Гитьянки враги. Опыт, кстати, мы получили. И они пока что нас не атакуют. Ну, у нас такого, да, направленного урона на одну цель нормального нет. Только вот этот вот вариант. И шансов попасть у нас тут примерно нет, да? А, не, ладно, мы попали. Удивительно, даже немного. А, побежал к нам все-таки. Блин, я думал, они будут их бить сначала. Можно было огненными шарами тогда заряжать. Давайте попробуем... Убить или идти, да, для начала. Может, какая катсцена будет или что? После его смерти. Стой. Это я не даю тебе умереть. Кстати, опасную игру на него можно было повесить сначала. 50 процентов. Ну, давайте повесим, может быть, быстрее. Я, мне кажется, все равно загружаться буду. Но мне просто интересно посмотреть, что будет. Так. Контр-заклинанием подчинения снимаем. Это зелье еще пьет, зараза. О, молодец. Куда ты? Если я умру, то ты тоже. Его тяжелое дыхание отражается в твоем сознании похоронным звоном, возвещающим о конце всех надежд на выживание. С поразительной ясностью ты понимаешь, что Илли Тит говорил правду. Если он умрет, умрешь и ты. На выживание и свободу. Оставить его умирать. Ты подвел нас всех. У тебя сводит в желудок. Сдавливает грудь. Мысли дробятся и распадаются. Я нашла тебя. Теперь ты меня услышишь. Теперь ты покоришься. Присоединись ко мне, раб. Хорошо. Интересно было посмотреть на этот вариант. Но мы возвращаемся. Так, ну давайте посмотрим, какие у нас тут варианты есть. Вот это вот твоя битва. Гвардейцы, уничтожь их. У меня не осталось сил сражаться с ними. Но с твоей помощью мы преломим ситуацию. Уничтожь гвардейцев, а я покорю их хозяином. Столько вариантов, да? Казалось бы, такая иллюзия. Как будто бы у нас есть хоть какой-то здесь выбор, опять же. Вместе мы преломим ход битвы. Концентрация нарушена на телекинезе у него. Так, окей. С прыжком, конечно, здесь классно. То, что можно прыгать далеко. Давайте, наверное, Джахиру сюда мы отправим. 65, 75 процентов. Не густо, конечно. Удар, напоенный тенью. Давай. Там был урон от этого? А, 16 было. То не видно было этих цифрок. Хорошо стукнуло. Прям хорошо. Давай еще разок. Может быть, еще разок? Может быть, после этого мы отдохнуть уже сможем? После боя. Ну, красиво, конечно, красиво. Почти сотку здоровья за... Один ход. Угу. 3 хп осталось у бедняги. Ну, все. Нет, бедняги. Так. Давайте, наверное... Я на Уилла попробую кастануть спешку. И Уилл попробует сбросить кого-то из вот этих. Мне кажется, да, так Уилл туда просто не допрыгнет. Хотя я могу допрыгнуть, в принципе. Ха. Время, чтобы сбросить мою успеху снова. Давайте, наверное, спешку на Уилла. А я полечу, прыгну куда-нибудь сюда. Просто, чтобы преимущество по высоте иметь, если что. В следующем ходу. Так. Слишком высоко. А-а-а. Ну, давай хотя бы сюда. Ему надо назад отойти. Слишком близко подошел, черт. Давай хотя бы сюда. Отключим. Отключим. Отключим, говорю. Вот эту штуку. 70%. А ну-ка. О, он упал. Но из-за гравитации он урона не получил. Но мы его хотя бы спустили немного, да. И... Теперь у нас преимущество есть от высоты хотя бы. Давайте будем, наверное, его фокусить. Один промах был. Окей. У тебя есть... Да. Сопротивление к дробящему урону как раз есть. А вот и довольно много здоровья. Давайте мы ей сюда повесим Стража Веры. О, я могу Эгиду наложить на кого-то другого, кстати. А, нет. Нет. Это просто... Или меч вызовем какой-нибудь. Вилку. Давайте вилку вызовем. Промах. Промах. 50%. Не густо, конечно. Он не мажет, интересно, Страж этот вообще? Конечно, красиво. Но он помрет уже скоро, да. Последний удар, ага. Так. 65%. Давайте попробуем сейчас отвлекающим ударом каким-нибудь. А, погодите, погодите. Стоп, 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 стоп. Ага. У нас симбиоз со спорами слетел, походу, да? Да. Да он. Печальненько. Я же его кастовал, правда? Он же был в первом ходу. Ну, ладно. Испытание пройдено. Подчинение. О, тоже позицию занял. Полечился. Ещё будет меня... А, нет. Упрыгать решила. Окей. Так. Вызовем, наверное, элементаля. О, геннава. Да и всё, пожалуй. Надо фокусить вот этих вот двоих, в первую очередь, я думаю. Давайте, может быть, заклинанием посерьёзнее долбанём. 80. Ну, наверное, да, это наш лучший вариант. М-м-м... Давайте вот так сделаем. Так, 55. М-м-м, никуда не годится. 35, ещё лучше. Так. Ну... Страж Вера отличный вариант здесь. Но он не мажет хотя бы. У Шадоу Хард нет смысла атаковать, да? Пытаться что-то сделать. А вилку мою взорвали, да? Давайте мы сейчас теперь что-нибудь другое вызовем. Может быть, меч. Угу. Отлично. Ответочка такая от двоих приятная была. Ну, хотелось бы побольше. Половину здоровья уже снесли, конечно. А, ну, одно ХП осталось. Это уже, да, несерьёзно. Блин, и второй, и второй рукой она тоже атаковала. Чёрт. Движения недостаточно. Пятьдесят. Может, лучше долбанём вот так? Хотя бы немного урона она получила. Всё уже не поуешать. Заклинания по области хороши тем, что они хотя бы половину урона наносят. Ну, не всегда, может быть, да, но... В части случаев. Так и хотят мою Джохиру выпилить, ну... Так. Чё мы с тобой будем делать? Сейчас концентрационным этим взрывом мы воспользоваться не можем, потому что Уилла глохнет. На... Насколько? На ход? На два. Так. Чем бы зарядить таким приятным? Сколько тут у нас? Шесть зарядов. Ну, 95 процентов. Блин, так-то неплохо. Может быть, это даже лучше, чем ракеты. Ну, блин, где мои эти самые? От кольца урон. Почему лучистый урон... Урон не идёт? Всем существам, которые освещены? А было раньше эта приписка? Раньше иногда, конечно, не работал, но очень редко. Буквально пару раз было такое, что не срабатывал этот лучистый урон. Ну, давайте мы её осветим. Она умрёт быстрее, да, чем... Не, мы можем, в принципе, попробовать ей концентрационным взрывом урон нанести и посмотрим. Уилл будет оглушён, но, в принципе, мы уже этот бой заканчиваем. Давайте посмотрим. Да, лучистый урон прошёл теперь. Отлично. Спасибо. Ещё немного и случилась бы беда. Не смотри так на меня. Да, я элитет. И без меня ты был бы рабом Абсолют. И что теперь мерзость объятия и поцелуя? Я даже не знаю, куда тебя можно поцеловать. О, я предпочитаю другую версию тебя. Ты привязался к простой маскировке. А меня настоящего... спешишь осудить. Как я уже говорил, я похож на тебя. Искателем приключений я родился и вырос во вратах Балдора, но не хотел в них оставаться навсегда. Я стремился к большему. Это стремление привело меня в лунные башни, на поиски сокровищ. В колонию элитидов, которые поймали меня и превратили в того, кем я стал сейчас. Много лет я служил старшему мозгу, тому, которого ты знаешь как Абсолют. Я был рабом, как и все остальные. Но мне повезло, я вырвался на свободу и начал новую жизнь в своем старом городе. Пропитанием мне служили преступники. Неприглядно, да, но их было много, и их исчезновение редко кого беспокоило. Мне посчастливилось познакомиться с герцогиней Стелминой. Мы стали партнерами, и через нее я управлял рыцарями Щита, крупнейшим торговым предприятием врат Балдера. Что-то не пытался он даже прикрываться тут, ну это, маскироваться. Меня называли Императором. Так сильно было мое влияние. Хотя, конечно, никто понятия не имел, кем я был на самом деле. У меня было все, чего я хотел. Я был счастлив какое-то время, пока мою истинную природу не обнаружил сам тиран, Лорд Горташ. Лорд Горташ. Он выволок меня из дома и доставил мозгу, где я снова стал рабом, рабом которого он продолжал называть Императором. Теперь это имя было насмешкой, чтобы напоминать мне о глубине моего падения. Но я полюбил его. Оно подходит тому, кем я стал. Лорд Горташ был одним из избранных в колонии. Мы сохранимся. Если сейчас диалоги тут перебьются, я хочу тут некоторые другие вопросы еще позадавать. Это так. Его высокомерие не знает границ. Поработить меня такова его природа. Но поработить старший мозг — сомнительное решение. Когда он падет, я с удовольствием разделю с тобой Триумф. Так. Как ты здесь очутился? Горташ отправил меня с заданием отыскать астральную призму. Я был одним из многих, но первым, кто ее нашел. Я не знаю, откуда о ней узнал Горташ или остальные избранные. И когда я нашел ее, то почувствовал, что меняюсь. Моя свободная воля вернулась. Я услышал зов и пошел за ним. И нашел Гитьянка. Я понял, для чего нужна была призма. Это тюрьма. Но в ней я обрел свободу. Пока мое тело находилось внутри призмы, разум мой был свободен. Я мог притворяться, противостоять старшему мозгу. Избранным, более того, я мог... Все, что оставалось сделать, это починить Гитьянке и найти союзников во внешнем мире. Я нашел тебя. Более того, я мог строить планы их свержения. Расскажи мне, что это была за битва. Мы сражались, чтобы укоротить принца Орфея, сына самой Гит. Это его могущество было источником твоей защиты от голоса Абсолют, силой, способной нарушить контакт между мирами. Между мирами. Именно эта сила позволила матери Орфея много тысяч лет назад сокрушить империю Элитидов. Она передала эту силу ему, а я использовал ее для тебя. Между разумами Роя. Так. Давай еще раз. Когда мать Орфея ушла, ее место заняла самозванка в Лаокит, объявила себя королевой Гитьянке. Лаокит хотела заполучить это могущество для себя. Орфея воспротивился и тогда она заключила его вместе с верной гвардией в этой призме. Орфей, скованный адскими цепями, не мог уйти. Гвардейцы, связанные узами, долго уходить не хотели. Они были близки к тому, чтобы сломить мою власть над принцем и если бы им это удалось, мы погибли. Я рад, что ты смог раскрыть свой потенциал настолько, что сумел помочь мне их уничтожить. Одного Орфея контролировать будет гораздо проще. Когда Влайкид отправила нас в призму, кого она хотела убить? Тебя или Орфея? Само собой, Орфея. Это он угрожает ее власти. Некоторые из Гитьянки до сих пор почитают его вопреки всем их учениям. Влайкид ничто не угрожало, пока его считали мертвым. Но, как видишь, он очень даже жив. Она не погубила, а заточила его, потому что с ним погибла бы и его сила, сила, которую она надеялась однажды у него отобрать. Если Гитьянки узнают, что она сотворила, начнется гражданская война. С королевой Влайкид будет покончена. Что будет, если мы освободим Орфея? Лучше этого не делать. Освободившись, он тут же нападет на тебя. Защищаясь, тебе придется его убить, и тем самым ты обречешь нас на гибель. Хотя Орфей полностью подчинен сейчас, ты все-таки чувствуешь его неприязнь, пульсирующую ненависть, которую ничто не в силах сдержать. Император говорит правду. Для него ты только мерзкий и летит, больше никто. Ты носишь себе личинку, для Орфея ты уже и летит. Его заклятый враг, как и я. так. Чем больше я с тобой разговариваю, тем меньше ты похож на мозгоеда. Спасибо. Ну что ж, таков я настоящий. Мое изначальное тело было уничтожено во время моего цереморфоза, видимо. Когда я впервые сбежал от старшего мозга, то я искал новый сосуд. Но чем дольше я жил в этом облике, тем больше он мне нравился. Я понял, что вернувшись к себе прежнему, я лишь ограничу себя. Все эти преимущества, которые я мог бы получить, восстановив первоначальный облик, мне уже давала магия и та гуманоидная форма, с которой ты познакомился. Став элитидом, я намного превзошел себя прежнего. И тебе тоже будет разумно принять эти перемены. Почему ты так говоришь? Я считаю, что у нас будет больше шансов победить старшие мозги, если ты раскроешь свой скрытый потенциал элитидо. Я уже давно изучаю тебя, думаю, я смогу запустить следующий этап жизненного цикла твоей личинки, сохранив при этом твою независимость. Ты видел, на что я способен? Теперь представь себя с той же силой, тем же умом, той же сокрушительной красотой. Если ты позволишь, я могу развить тебя. Если ты можешь развивать, то почему не можешь полностью остановить цереморфоз? Ответ складывается из двух частей. Во-первых, я могу, но это тебя убьет. Я уже говорил. Во-вторых, зачем? Ты отлично себя показала в своем ограниченном облике, но став элитидом, ты будешь способен на гораздо больше. Итак, ты хочешь развиваться или нет? Черт, хочу я развиваться. Что тогда будет? Ты сможешь делать то, что раньше тебе и не снилось. Конечно, будут некоторые физические изменения, но лишь частичные. В основном ты сохранишь свой нынешний облик. И вскоре ты убедишься, что преимущество значительно превышает все якобы потерям. это по идее откроет нам доступ к внешнему кругу элитидских способностей, которые заблокированы сейчас. Хочу ли я? Вот в чем вопрос. Нам это в принципе не нужно, да? Бои и так довольно простые, еще более имбовых способностей нам в принципе не нужно по большому то счету. Поэтому наверное блин, не знаю, сложный выбор. Потому что я вроде как себя уговорил сначала, что я не буду соглашаться. а потом я подумал, ну блин, ну интересно просто посмотреть хотя бы на эти новые способности, правильно? надо, надо наверное глянуть. Ладно. Я хочу развиваться. Что ж, скажу так, смелости тебя не занимать. Ты не устаешь удивлять меня. Твой разум это действительно нечто. Протяни же мне руку. давайте сохранимся здесь на всякий случай. Или может быть даже на отдельное сохранение на всякий пожарный. Ну окей. Сделать как он говорит. Она хочет развиваться, но не может в одиночку. Ей необходимо общение с другими. прочитать намерение личинки. Давайте попробуем. Остро до боли личинка мечтает о росте. Она изголодалась по жизни по цели. Она подается навстречу тебе словно пустота, которая ждет, чтобы ее заполнили. Если ты позволишь, она разовьет тебя, как и сказал император. Швырнуть ее на землю и растоптать. Что это? Личинка, вскормленная псионической энергией астрального плана. За тысячелетия, что она провела здесь в коконе, она стала совершенно необычной. Ладно, съедим ее. Что ты дел... Личинка просыпается и холод растекается по твоим жилам. Ты чувствуешь ее почти невыносимый голод, а твой разум для нее желаннейшая пища. Хотя, если так получится, но если бы ты открыл ей свой разум вместо того, чтобы сожрать, то и твои союзники смогли бы жалко только, что у меня никто личинки не ест. Давайте откроем разум на всякий случай. Так, хорошо, сделаем как он говорит и откроем ей свой разум. Личинка просыпается и холод растекается по твоим жилам. Ты чувствуешь ее почти невыносимый голод, а твой разум для нее желаннейшая пища. Сущность личинки растворяется в тебе и все, чего она касается, плоти, желез, органов, все это пульсирует, сокращается и наполняется чистой мыслью. Ты ощущаешь себя иначе, все твое тело взаимосвязано как никогда. Твой разум присутствует в каждом движении суставов, в каждом напряжении мускулов. Ты великолепен. Когда твои союзники увидят, на что ты способен, я надеюсь, ты их убедишь через это пройти. Но отвлекаться нельзя, надо продолжать путь. Ты слышишь, что сказал избранный мозг отправился в город, а армия... Так, мы должны сорвать этот план, нужно найти мозг и взять его под контроль. Полуэлитит. Вы прошли цереморфоз и стали наполовину элититом. Теперь вы можете открыть самые мощные псионические способности. Так. У нас только вот эти еще пока недоступны. Вот опять же, да, не то, что это нам нужно, да, у нас и так все бои простые и мы без проблем вообще без элититских способностей здесь бы играли и все проходили. Ну, просто интересно посмотреть, что за способности, да, потому что, ну, по-другому мы не посмотрим. Мы, конечно, можем потом загрузиться, но интересно и попробовать все-таки, как они в действии. Это же просто ради любопытства, ради науки. Шторгнуться в сознание цели, мешая ей защищаться. Класс брони снижается на 1, на 5 ходов. А, тут получается уже действия тратятся на все это дело. Превратиться в ускользающего зверя, который способен применять ускользание на себе и в врагах и имеет 85 здоровья. Прикольно. Становится такими же, как у скользающего зверя. По достижении нуля с древа возвращаетесь в свой прежний облик. Откачивание интеллекта. Поглотите интеллект противника, снижая его значение на один ход и исцеляя свои раны в течение нескольких ходов. Бесплатное заклинание. Включаемая пассивная особенность. Вы открыли в себе удивительный навык приспособляемости. Расход ячеек заклинаний, зарядов и прочих подобных ресурсов на ваше следующее действие или заклинание снижается до нуля. Вновь становится доступно после долгого отдыха. Ясно. Можно бесплатно что-то кастануть будет. Убежище разума. Магическое средоточие, которое позволяет находящимся в нем существам вместо действия использовать бонусные действия и наоборот. Прикольно. Взрыв сознания. Испустить конической формы волну психического урона. Может оглушить жертв. Ага, мы такое видели, да. Полет. полет у нас сразу доступен, да, по идее? Перелететь в указанную точку. Черная дыра. Создать точку мощной гравитации, которая затягивает всех находящихся поблизости врагов и с некоторым шансом замедляет их. После первого применения это заклинание можно призвать еще пять черных дыр. После этого вы должны сделать короткий отдых, прежде чем снова сможете творить его. Псионическое господство. Когда противник в пределах 18 метра от вас творит заклинание круга равного или уступающему вашему бонусу умения, вы можете потратить ответное действие на то, чтобы нейтрализовать это заклинание. В принципе, приятно, полезно. Мастерство. Вы еще глубже познали себя, обретя мастерство в проверках на убеждения обман и запугивание. Берем. Так. Ну, вот форма ускользающего зверя интересна, но бесполезна по большому счету, потому что у нас основная наша сила это в заклинаниях. Но мы можем взять посмотреть. Опять же, мы это все берем не для того, чтобы там пользу выжать от этого по максимуму, а просто чтобы посмотреть на разные интересные штуки. Давайте на черную дыру посмотрим. Убежище тоже выглядит забавным, конечно, таким. Окей. Бесплатное заклинание нам не к спеху. Потом возьмем как-нибудь путь еще тоже, наверное. Так. И мы немного внешне поменялись. Shadowheart, надеюсь, поговорим позже, да? Ладно. Сейчас полутаем мы можем отсюда уходить уже. Психическая устойчивость эликсир можем делать. Владелец наносит дополнительный урон, равный своему модификатору мудрости, когда проводит атаку без оружия. Черт. Ну, тоже, да, монахам надо какие-то шмоточки. Я не знаю, монахам, по-моему, играть предельно скучно, потому что у тебя оружия нет, ходишь всех кулаками пинаешь. Какая-то скукота. Так, все. Осколок божественной кости возьмем еще вот, разве что. Ээээ, давайте потыцкаем на орфея. Может быть, это Лаизель тут, конечно, что-то интересного могла бы рассказать нам. Сфера гудит под действием церебральной магии, тончайшей и в то же время непроницаемой. Ладно. Внутри принц Гетьянки безмолвно как мертвец, слышится лишь приглушенное журчание. Мы можем разбить его и освободить, да? Да-да, вроде хотим, вроде больше ничего нету здесь. Пошли. Во врата Балдора. Может быть, наконец-то. А эти тут сами поумирали? Сейчас интересно будет посмотреть на диалоги, да? Что скажет Shadowheart по поводу того, что я немного изменился. У меня там вроде зубы повыпадать должны. Давайте с Жахирой тоже поговорим. Ее мы романсить не можем, она слишком стара уже для этого, и у нее дети там, все дела, по-моему, есть. То есть, это твой таинственный артефакт? Так, ну, как ты себя чувствуешь, зная, какова цена при остановке твоей трансформации? О, сколько всего тут. Ты знаешь, лучше, теперь я, по крайней мере, понимаю истинную природу артефакта. Да, наверное, в этом что-то есть, илетиды ужасные существа, но, если разобраться, они просто существа, не больше. И паразит будет стараться, чтобы его хозяин был убит, он счастлив, и ему ничего не угрожало, ну, пока эта тварь не закончит кормиться. Я тебя успокаиваю? Себя, во всяком случае, точно нет. Используй Императора, как он использовал бы тебя. Или просто отбрось его. Дни, когда я сомневалась в тебе, теперь позади. Я почти ничего о тебе не знаю. Это означает, что у тебя хороший вкус, и ты не любишь дерьмовые баллады. А то я о своих подвигах такого наслушалась. Если у тебя есть вопросы, спрашивай, но имей в виду, придется ограничиться ответами в прозе. Это правда, что ты уже сражалась против троицы мертвых? Нет, мы сразились с одним только баллом, и хоть это тоже было непросто, тогда при нем не было ручного старшего мозга. Не жди, что помощь придет тебе из книг о древности или солдатских боек. Это твоя история, и тебе предстоит ее написать. Ну что, доволен? исполнил я свою функцию, умудренная опытом седой наставницы. Брось, не настолько ты уже стара, ведь так? Я в том возрасте, когда считать прожитые годы, значит, нам просто тратить время. Иными словами, да, я именно настолько стара. Я хочу спросить тебя еще кое о чем. Ты упоминала, что немного разбираешься в элитидах. Больше, чем мне самой хотелось бы. В юности мне довелось ненадолго и отнюдь не по доброй воле побывать членом их колонии. Я ощущала все, что чувствовали они, смотрела на мир их глазами, они мерзкие, противоестественные существа, отыскивающие все самое низкое в нас и извращающие. Впрочем, кому я это говорю, ты знаешь о них куда больше моего. Во второй части врат мы тоже были в элититской колонии и тоже там всех зачищали просто. Я уже не помню, что там было. Но помню, что по мерзким таким местам мы лазили с элититами. Так. В этот раз все иначе. Теперь старший мозг и сам порабощен. Не советую проникаться к нему чувствами. Он хищный зверь, попавший в западню. Если вырвется из нее, не замедлят вонзить в тебя свои клыки. Хорошо. Хорошо. Так. Уилл может что-то тоже по этому поводу думает. Клянуть костями Болдерона это не просто уложить в голове. Давай разберемся правильно, я все понял. Первое. Это все время мы таскали с собой мозгоеда. Второе. Он появляется в наших снах под чужой личиной и уговаривал принять наши новые элититские способности. Мозгоед высасывает силы у плененного Гит-Янки, чтобы оградить нас от голоса Абсолют. Я ничего не упустил? Ну, есть еще история с герцогиней стелминой и рыцарями щита принц, выступивший против своей королевы. Ну, сын великой матери Гит. Ну, ладно, да, он не просто какой-то там Гит-Янки, он принц великой матери. А, да, единственный сын Гит, запертый в астральной тюрьме за неповиновение в Лаокит. Сенсационные истории, не так ли? Почти невероятные. И когда у нас такой ненадежный рассказчик, как отличить факт от вымысла? Я даже притворяться не стану, что у меня есть ответ. Знаю только, что Илитит прав. Он держит наши судьбы в своих когтях, и пока Абсолют не падет, нам от него не избавиться. Император обещает нам немыслимое могущество, если мы захотим обрести его. Да, только цена велика, частичный цереморфоз. Если ты на это пойдешь, я осуждать не буду, только сам я пока не готов. Я, может, никогда не буду готов. И мы можем Виллу убедить. Хочу я Виллу убеждать в этом. Вилл у нас в какой-то степени временный персонаж. Мне бы хотелось как можно быстрее Минска в группу взять. Я думаю, это уже не спойлер, что мы сможем... Все-таки два месяца почти прошло, уже вся игру прошли, наверное. В общем, мы Минска можем взять себе в группу еще через какое-то время, и он будет вместо Уилла у нас в команде. Как бы мне Вилл не нравился и с его этими способностями, да, но нет смысла на него личинки тратить, мне кажется. Поэтому, ладно, я понимаю. Хорошо. Вот Шадоу Харт, наверное, жалко, я не накормил личинками, да, мы когда-то пытались ее убить, нас не прошло, и я не стал тогда загружаться. Это вот зря. Зря. Надо было дожать. Так, значит, в этом артефакте астральной призмы скрывался свежеватель разума, и мы все это время носили его с собой? Поверить не могу, а ведь я видела все собственными глазами. Чем дальше, тем меньше, я понимаю, зачем вообще она послала меня его добыть. Впрочем, сейчас это уже не важно. Я больше не служу Шаре, матери, настоятельнице тоже, а теперь у меня иная миссия спасти своих родителей. Но я отвлеклась. Ты что-то хотел? Мы с тобой, мне кажется, омута... А, все, да? О, кстати, я думаю, что особая личинка, которую предлагал император здорово, повысила наши шансы на успех. Скорее, она нас просто остановила. Я и раньше не хотела иметь ничего общего с алетитскими силами. Почему ты думаешь, что теперь я возьму и спрыгну с этого в этот омут? Ты понимаешь, к чему это приведет? Впрочем, ты это понимаешь, но я на такое пойти не могу. О-о-о, так, вот тут мы сохранимся. И мы попробуем ее уговорить. Будем, да, у нас такая отличная пара, частично цереморфознутая получается с ней. И теперь у нас преимущество в убеждении всегда. Элититское вот это вот, да? Убеждение, умение и мастерство. А, мы получаем и четыре, и еще четыре. Ух, ни хрена себе. Жестко. И мы выралили одиннадцать всего лишь. А, ну, нам в любом случае хватит. Да, не важно, не важно. Да. ну, Остается надеяться, что ты прав. Спутник не против. Давай. Внутри пульсирует жизнь. К краям сознания ты словно шепот улавливаешь. Она хочет поделиться собой, хочет, чтобы ты впустила ее. Давай. Не бойся, она просто хочет помочь твоему развитию. Перепуганный взгляд такой. Открыть личинке свой разум. Личинка просыпается, и холод растекается по твоим жилам. Ты чувствуешь ее почти ненавосимый голод, а твой разум для нее желаннейшая пища. Сущность личинки растворяется в тебе, и все, чего она касается, плоти, желез, органов, все это пульсирует, сокращается и наполняется чисто той мыслью. Ты ощущаешь себя иначе, все твое тело взаимосвязано как никогда. Твой разум есть в каждом движении сустава, в каждом напряжении мускулов. Возможно, когда другие увидят, на что ты теперь способна, они тоже решатся попробовать. Хы. Хы. Давайте поговорим теперь с ней. То есть, а... Так, ну хорошо, давайте поговорим теперь про наши чувства. мы с тобой, мне кажется, разделяем нечто особенное. Личинуку в голове. Серьезно? Что ж, продолжай. Поцелуешь меня? Пожалуй, ты это заслужил. Теперь все эти романтические сценки с такими рожами будут выглядеть еще забавнее. Ммм. так, я хочу поговорить про наши отношения. Как ты? Я не знаю, что чувствовать, мои родители живы, и я должна их спасти. Повезло, что у меня есть ты. Вряд ли одна я справилась бы с тем, что меня ждет. Я хочу поговорить, что с нами происходит. Ну и как я справляюсь, да, тут ничего интересного, учитывая все, через что мы прошли, все классно. Ясно. Ясно. Так, теперь можем и для Shadowheart, когда у нас появится. А, погодите. А, нет, нет, все правильно, да, у нее открыты сразу все вот эти вот способности теперь. Мы на нее ни одну личинку не потратили. Экономная Shadowheart такая получилась, и она тоже теперь умеет летать. Да, прикольно. Прикольно, ей получается, а что, кстати, я хотел ей взять, я хотел, наверное, вот это вот взять, да, вот эту вот штуку, чтобы было меньше шансов, что остается одно здоровье у противников. Окей. Окей. Так. Эд, эд. кто-нибудь еще хочет с нами поговорить? Одни разговоры с серии. Ну, давайте быстренько. А, тут, тут никого. Ладно, тогда спим. Попытка номер два поспать, да? Сколько час назад мы пытались поспать. И, наконец-то, мы проснулись. И теперь уже идем во врата Балдура. Давайте, с Шадо Хард поговорим. Скажу правду, что ты думаешь о моем новом обличье? Она, она перекраситься сейчас должна была. Это не про ее цереморфознутое лицо, она спрашивает. Она перекраситься должна быть, была. Ладно, давайте сейчас ответим ей. Мне очень нравится. Ну, хоть кому-то. Спасибо, можно со временем, может, со временем я привыкну. теперь ко многому придется привыкать. Так, я хочу поговорить об этом. Поцелуешь меня? Все закрывает нам. Кто ж так камеру ставит во время поцелуев? Так, я хочу поговорить про наши отношения. Мы в прошлый раз первый раз спросили, ну, первый диалог выбрали по поводу как ты. Давайте теперь второй выберем как ты. Разница, наверное, между ними какая-то есть. Мэри, нет, нету разницы никакой. Ясно, хорошо. Давайте посмотрим. Да, она перекрасилась. Она теперь блондиночкой стала. Причем, как-то очень странно, что портрет ее не поменялся. Я не знаю, это кажется прям, ну, вообще недоработка у разработчиков. У рога у вилла выросли, да, почему нельзя было ее перекрасить после вот этого момента переломного? Это же так просто кажется сделать. Ну, ладно. Давайте мы теперь в настройках. Мне нравится ее шлем, но у нее внешний вид настолько поменялся сейчас, да, и она и перекрасилась, и мы цереморфознули частично ее. Мы выключим отображение шлема. Надо только найти, где это. Вот, нет, центрировать, нет, это не то. А, это не в настройках делается, это вот здесь вот делается. Скрывать, вот так, всегда типа скрывать для нее сделаем. Может, для меня? Чтоб наши прекрасные лица видеть. Так. Это можно выбрасывать, это нам не надо. Личинку шедоу-харт отдадим. Это вот все можно в лагерь отправлять. Так, ну что, выходим? Ой, не та кнопочка. Черт. Не та кнопочка. И у нас еще одна загрузка пошла. Город ждет. Пройти второй акт игры. Да, врат Балдура рукой подать, да? Наконец-то мы перешли в третий акт. А, ну не, все правильно мы сделали, хорошо. Надо выяснить, где основались Горташ и Орин и отнять у них нитрийские камни. Ну, наконец-то, мы добрались. Врата Балдура, наверное, где-то аж там, да? В лучшем случае. А до этого нам нужно будет еще пройти множество множество всего, короче, нужно будет тут исследовать и в задании кучу повыполнять наверняка. Освободить Орфея. Исследовать Ласку Шарес. Отыскать Восса. Так, давайте посмотрим, что по заданиям. Куча заданий обновилась у нас. Сразиться со Старшим Мозгом. Угу. Мы, наконец-то, да, прибыли во Врата Балдура. Тот, кто контролирует нитрийский мозг, мозг будет обладать невообразимым могуществом. Мы могли бы взять над ним верх и тысячи королевств оказались бы в нашей власти. Или уничтожить. Так, добыть нитрийский камень Гортыша и камень Орин добыть. Освободить Орфея. Китраквоз, рыцарь Гитьянки собрался встречаться в Ласке Шарас с кем-то, кто знает, как освободить Орфея. Нам следует поискать ответы там. Хм. Мы зашли в район, именуемый Драконий Перекресток во внешнем городе. Где-то здесь должна быть таверна, в которой нас поджидает Восс. Мы добрались до врат. Теперь Астариону предстоит отыскать Кассадора Зара и окончательно решить свою судьбу. Но это, видимо, в каком-то другом районе. У нас, да, врата Балдура из разных районов состоят. Воин Гитьянки мы узнали... А, блин, Слэйзель мы не поговорили, да, надо с ней поговорить сейчас еще будет обязательно, перед тем, как мы серию закончим. Так, Шадо Хард Правду отказала Наши Родители будет ее, да, мы это знаем, в принципе. Клинок Фронтира, наша пылкая подруга Горташ, да, хорошо. Помочь своему защитнику мы завершили. Снять Темное Проклятие тоже завершили. И опять что-то обновляется вот это вот задание Юргера уже не первый раз, не знаю почему. Я его прокликиваю как типа обновленное, а оно все равно обновляется и обновляется. Узнать историю Принца Орофея. Да, мы это задание завершили, мы два, две книжки прочитали, но задание смогли завершить без проблем. Да, тут ничего не поменялось. Тут все то же самое, что и было написано раньше. хорошо. Хорошо. Ага, все. Из третьего акта мы в прошлые акты попасть не можем. уже. Ну, хорошо. сейчас мы в лагерь вернемся еще. Давайте сейчас сюда пройдем, посмотрим, что у нас. Ага, ну, чтобы карту открыть, уже хорошо. До города отсюда рукой подать. И мои бывшие собратья, конечно, следят за дорогой, они ждут моего возвращения. Мы должны попытаться их найти, они могут знать что-то полезное. стоп-стоп-стоп. в лагерь идем. Не на отдых, а просто в лагерь. Тут у нас сарай есть. Письмо от Тарабеллы. Ух ты. Чернила еще свежее письмо выведено аккуратным почерком. Привет, сразу скажу, я многим тебе обязан. Во-первых, за то, что мне пришлось любоваться на брюхо змеи изнутри, во-вторых, за позволение остаться в твоем лагере, и в-третьих, за то, что я узнала судьбу моих мамы и папы. Теперь я сама по себе, и костяной дяденька говорит, что так и надо. Я просто должна позволить плетению вести меня, и сейчас оно вроде как тянет меня к вратам Балдера. Так что туда я и направлюсь в первую очередь. В общем, спасибо за все. Я этого не забуду, Арабелла. Хорошо. Так, я хотел Джейна сжать, сбор союзников. Арабелла вернулась, научившись контролировать свои способности. Мы можем рассчитывать на ее магию в трудный час. Интересно, в финальной битве будет нам Арабелла помогать. Маленькая девочка, но с сильной магией. Ну, пока что не очень сильная была, ну ладно. У меня в голове не укладывается, а мы всеми силами пытаемся избавиться от одной личинки, а ты договариваешься с другой. Я выбронила бы тебя, но не могу думать ни о чем, кроме Орфея в его сферической темнице. Принц кометы жив. Но не строй себе иллюзий, я отмечаю перемены в тебе, я чувствую, как паразит вгрызается в тебя все глубже. Во всем, что будет с тобой дальше, ты можешь винить только себя. Уходить я пока не собираюсь, но знай, терпеть я это не стану. Так, принц Гитянки все это время был захвачен внутри артефакта, невозможно поверить. Твой паразит находит паразита Лейзель, ее сердце отчаянно колотит, когда она узнает обо всем, что случилось в астральной призме. Орфей единственный сын Гит жив, тот, кого в Лакит хочет уничтожить, а воз освободить, это никакой Никхайк, это Орфей, кровь матери принц кометы. Что это значит? Слушай внимательно, в словах императора ложь перемешана с истиной. Чтобы понять легенду об Орфее, тебе нужно сперва узнать про Гит и про Валайкид. Давным-давно, когда мы восстали против наших поработителей Гхайков, мать Гит отправилась в ад и заключила союз с Архидьяволицей Тиамат. Тиамат даровала Гит Янке красных драконов, Гит осталась в аду и посланец Тиамат провозгласил Влаакит нашей правительницей. Это была первая Влаакит из многих, та, которой сейчас мой народ именует своей королевой сто... пятьдесят... Она сто пятьдесят седьмая по счету. Куда вам столько Влаакит? Да, наша нынешняя королева достигла бессмертия и правит уже тысячу лет. Но Орфей пытался убить самую первую. Орфей был и есть единственный сын Гит. Он возглавил гвардию своей матери в попытке уничтожить Влаакит первую. Кит Рак его своими руками прикончил принца в жестоком бою. Так учат нас варши. Но принц Комета был с нами в подчинении у этого мерзкого элитида. Если Орфей обретет свободу, он повергнет в прах империю Влаакит и на развалинах построит нечто новое и прекрасное. И что теперь? Мы встретимся с Восом в городе и добудем ключ, чтобы вызволить Орфей из темницы. Вос говорил правду. Орфей живое свидетельство того, что королева лгала и живое оружие, разгромившее наших поработителей Гхайков. Стоит ему сказать одно слово, и Гитьянки усомнятся. Два слова, и они поднимутся. Три слова, и они склонятся перед истинным наследником. Если мы хотим освободить Гитьянки, принц комета должен встать во главе. Так. Я хочу поговорить об Орфее еще разок. Почему его называют принцем кометы? Исторические скрижали описывают Орфея как чудовищное внушающее ужас создание, необычайно могущественное и порабощенное Гхайками. Он так отчаянно жаждал власти, что готов был разнести на куски империю Гитьянки и вручить осколки своим хозяевам Элитидам. Могуществом было столь велико, что он верхом на своем красном драконе оставлял в небе огненный след. Подобно смертоносной комете он нес погибель моему народу. Все это ложь в Лакит, разумеется. Она убедила всех, что Орфей был чудовищем и изменником, а ее рыцари палачами, которые порубили его на куски. Справедливости ради, она правильно делала, что опасалась его у кометы достаточно сил, чтобы положить конец ее власти. Зачем в Лакит было... Ну, мы знаем в принципе, наверное, не будем спрашивать. это были суровые... Что это были за суровые гитянки в призме? Ну, это его гвардия, да? Да. Лакит заперла их в той же призме, но мы это тоже знаем. Угу. Я сожалею об их смерти, клянусь отныне жить так же, как они погибли, служа сыну гит. Ладно, перейдем к другим делам. Нам надо с тобой поговорить о личинках, которые тебе так не нравятся. Нужно поменять твои вкусы. Тронутая астралом личинка императора может дать нам необычайную мощь. Она также может сломать нас непоправимо. Это... Да, не может. Хары бухтеть. Давай, убеждение. Погнали. 18. Ее сложнее немного убедить в этом. Так. А, но у нас еще благоприятное начало. Мы еще получили плюс 4. Обалдеть. Обалдеть. Старший мозг. Он может оказаться тем, кто воплотит в жизнь великие планы принесет погибель Гитьянке. Мы окажемся на пороге гибели 16 миров и первым пойдет астральный план. Что ж, так и быть, я приму дар этого окаменевшего Кхайка, будь он неладен. Так, хорошо. Так, че, ты уже съела? Эй. Я че-то не понял. Может, и виллу скормим тогда, раз там открываются способности сразу. Так. Давай. цена велика. Давай, убеждение. Тут уже нет благоприятного начала. Я не знаю, когда оно активируется, по какой причине, и почему с Лаезель активировано было, а тут нет. Десять. Ну, да. Езекатка. Побережье важнее для меня ничего нет. Что ж, если ты считаешь, что это нужно, хорошо, я использую способности астральной личинки. Так, я не понял. А, вот, катсцена пошла. Да-да-да. Открыть личинке свой разум. Так. Ага. все, все у нас красивые такие. Ну, Джохиру мы не можем, да, уговорить, мы, так как у нее нет этой измененной личинки. так, ну, погодите. А, стоп, не то, что я хотел сделать. Уилл у нас изменился. Вроде как. но зеленая чистая личика Лаизель не поменялась. Она как будто бы не съела личинку. Может, надо в группу ее взять тогда, типа, это самое. Давайте, сейчас Уилла оставим на секунду. Сколько у нас тут всего уже? Подожди меня в лагере. После обновы последние перестали скидывать вещички квестовые. Давайте, наверное, добьем диалоги все. Почему теперь Влакит хочет убить Орфея? Оружие полезно лишь до тех пор, пока оно не нацелено на тебя. Да. А теперь перейдем к другим делам. Это... Я... 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 М... М... Макетс будет закончено. странно странно что лазель я же ей не про простую личинку сказал правда ладно жди меня в лагерем чик-чирик я не собираюсь с тобой спорить оставайся мы приближаемся городу тебе не терпится там оказаться или наоборот врата балдора город где впервые свои 14 лет выпил вина и провозгласил тост я так захмелел что заблевал здесь огненный кулак гонялся за мной когда я украл персик с повозки на рыночной площади здесь отец учил меня на владеть рапира читать книги законов отличать добро от зла я покинул этот город семь лет назад нет это не рай на это мой родной дом я хочу его спасти а ты ведь тоже это из вард балбалдора что ты сейчас чувствуешь честно все тоже помойная яма что и всегда город может пахнуть довольно резко но посмотри вокруг вся история тарила вписана в стены врат балдора из гавани корабли готовятся к экспедиции на материк матика гандийская церковь хвалится бесценными сокровищами многоголосные могла оси гимна в день возвращения дурманящая вина в эльфийской песне хорошо пошли со мной все мы в принципе готова можем выходить из лагеря сейчас я еще вне записи тут бафнусь да и можем идти исследовать окрестности врат балдура да только лишь окрестности пока что интересно если у нас возможность как-то за спидранить путь к минску когда мужа от 3 акт попали можно ли как-то сразу пойти он в нижнем городе кажется можно ли туда сразу попасть и уже потом вместе с ним тут выполнять все 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 и да все исследовать интересно интересно ладно посмотрим в любом случае пока что всем спасибо за просмотр всем пока и увидимся в следующей серии